Десна ТВ В Починковском районе восстановлен обелиск. А теперь об этих и других событиях подробнее. Командующий войсками Западного военного округа Андрей Картополов проверит расположение войск в Воронежской, Брянской, Белгородской и Смоленской областях. Также командующий планирует встретиться с руководителями регионов, чтобы обсудить вопросы предоставления рабочих мест женам военнослужащих и порядок зачисления детей военнослужащих в детские сады. В День России 12 июня митрополит Смоленский и Рославский Исидор осветил храм в честь святого апостола Андрея Первозванного, построенный на территории российской войсковой части в поселке Озеречье Минской области. Архипастер отметил, что приобщиться к духовной жизни смогут не только военные, но и жители окрестных сел и деревень. До конца июня Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу принимает заявки для участия в конкурсе «Мой двор». Подробности в нашем сюжете. Конкурс направлен на улучшение благоустройства Десногорска и повышение инициативы его жителей. В нем могут участвовать как собственники многоквартирных домов, так и коллективы предприятий, которым небезразлично состояние города. Для участия в данном конкурсе необходимо подать заявку на адрес Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу, а также приложив к ней документы о том, как, вы считаете, будет выглядеть ваш двор, проект какой-нибудь эскизный. Отметим, что в конкурсном проекте должны быть учтены пожелания соседей, автовладельцев, родителей, пенсионеров. Вся информация по данному конкурсу размещена на официальном сайте администрации Десногорска. До 8 июля все заявки будут рассмотрены. Победитель конкурса получит софинансирование от муниципалитета. Первое место – 600 тысяч рублей, второе – 400, третье – 300 тысяч рублей. Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз более 250 килограммов белорусского сыра. При проверке установлено, что продукция перевозилась в антисанитарных условиях. К тому же в автомобиле был нарушен температурный режим. Груз отправили обратно. Семеро курсантов третьего курса Рязанской академии в СИН России прибыли в нашу область для прохождения учебной практики. Все курсанты на ближайшие три недели пополнят ряды сотрудников оперативно-режимных подразделений, где за каждым из них закрепят опытного наставника. Храм, заложенный два года назад на территории ЯО-100-5, начинает обретать свой облик. Об этом событии наш следующий сюжет. В октябре 2014 года митрополитом Смоленским Ирославским Исидором на территории колонии поселения номер 5 была заложена капсула в основании будущего строительства храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Средства, выделены концерном «Росэнергоатом», и «Смоленская АЭС» принимает активное участие в организации строительства. И вот через два года готовый деревянный сруб прибыл из города Киров, Нижегородской области. 14 июля возведены первые венцы нового храма. Протеерей Виталий совершил молебен перед началом всякого доброго дела и окропил святой водой будущие стены церкви. В нем принимали участие руководство атомной станции и города, начальство колонии поселения, а также те, для кого этот храм возводится. При должном усердии и при помощи свыше этот храм был в скором времени освящен. И вот этот образ Божьей Матери «Нечаянная радость», которой посвящен этот храм, занял бы достойное место в этом Доме Божьем. И двери этого храма призывали бы всех вас, и тех, кто здесь трудится, кто здесь пребывает, чтобы неизменно все наши чувства, все наши желания, все наши поступки и мысли направлять только к добру. Строительство новых объектов в городе, несомненно, подтверждает процесс его дальнейшего развития. Отрадно видеть, что развитие в нашем городе продолжается, и оно продолжается не только на городских улицах, и не только какие-то коммерческие объекты строятся. Развитие у нас продолжается, в том числе в нашем сотрудничестве с Русской Православной Церковью. И здесь, видя вырастающий на глазах храм, который с каждым днем сейчас будет прирастать и прирастать венцами, конечно, очень приятно видеть воочию, как это развитие в городе реализуется. В колонии несколько лет существует молельная комната, но все были уверены, что свой храм на территории нужен обязательно. В первую очередь он имеет воспитательное значение. Я больше чем уверен. Сейчас я не говорю, но каждый там за родных, за близких хочет поставить свечку. А со строительством этого храма, я думаю, еще больше будет. Он не будет простаивать, и постоянно здесь будут люди. После возведения стен по технологии храм будет полгода ждать завершения строительства. К этому времени купола и кресты прибудут из Волгодонска, а расписной иконостас – из московских патриарших мастерских. Криминальные новости. 11 июня на 7-м километре окружной автодороги в Рославле произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля – Митсубиси Паджеро и Форд Фокус. Пострадавшему оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение. Для рыбаков Смоленщины закончились ограничения по лову рыбы, а силовики подводят итоги операции Путина. Всего с апреля до начала июня было зарегистрировано 450 случаев нарушений правил рыболовства. По 40 из них заведены уголовные дела. 24 дела уже направлены в суд. Появились новые подробности в расследовании гибели индийских студенток. Вахтеры, обвиняемые в несоблюдении требований пожарной безопасности, частично признали свою вину. 9 июня им предъявили обвинение. Работа следствия продолжается. О криминальной ситуации в Десногорске за минувшую неделю и выходные нам расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 105 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 183 административных правонарушения, в том числе нарушений правил дорожного движения 134. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен один водитель. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 21 человек. 14 июня в регионе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Здоровый образ жизни». В ходе акции проверят всех подростков, допускающих употребление наркотических и психотропных веществ, спиртных напитков и табака. Детская библиотека Десногорска провела конкурс буктрейлеров «Книга в кадре». Работы победителей были направлены на областной конкурс. Буктрейлер «Десногорца» Даниила Перепелицына «Вам и не снилось по повести с Чербаковой» занял в этом конкурсе второе место. В деревне Клемятина Починковского района был торжественно открыт памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Памятный знак павшим односельчанам был воздвигнут в деревне Клемятина в 1981 году. На плитах были выбиты фамилии жителей окрестных деревень – Клемятина, Барсуки, Ярковичи, Хатрусова, Петрова и Захарова, не вернувшихся с войны. Здесь также захоронены те, кто освобождал Починковский район от немецко-фашистских захватчиков. За 35 лет обелиск отбитшал. В этом году сотрудники межмуниципального отдела МВД России Починковский восстановили его. Полицейские покрасили памятник, благоустроили территорию. 15 июня обновленный памятный знак был открыт. Это право было предоставлено начальнику отделения МВД Починковский подполковнику Роману Ильину и главе муниципального образования Починковский район Владимиру Мудрякову. В митинге в честь открытия приняла участие депутат областной думы Нина Куликовских. Мы сохраняем память, мы хотим этого добра. И вы, стоящие здесь, и сотрудники МВД, и воспитанники Игоря Петровича, Чапурышкина, юные школьники, вкладывайте то, что вам по силам, то, что вам возможно в силу вашего возраста. Но то, что вы вкладываете, это абсолютно не по долгу работы, службы, это абсолютно от доброго сердца. Настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы Протеирей Николай осветил мемориал. Воспитанники Починковской школы-интерната подготовили несколько концертных номеров. Все собравшиеся почтили память павших земляков в минуты молчания и возложили к вечному огню цветы и венки. И в заключение о спорте. На минувшей неделе в Испании открылись шестые европейские игры полицейских и пожарных. В составе сборной России есть и наши стражи порядка. Уже отличился прапорщик Владимир Гузюкин. Забег на 5 километров принес ему серебро, а лучший результат он показал на полуторакилометровой дистанции. 14 июня Владимир завоевал уже третью медаль, финишировав вторым в беге на 800 метров. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания.